В Камских полянах начался отопительный сезон. Первая группа паломников отправилась в хадж. Об этом не только мы расскажем в эти ближайшие пять минут. Это Нижнекамские новости в студии Лилии Горова. Здравствуйте. Для жителей дома Вахитова 12А прорыв канализационной трубы перерастает в судебные разбирательства. О том, что в ее квартире затоп, Зелина Сибулина узнала лишь спустя несколько часов. Придя с работы, оказалось, что из-за этого происшествия пострадало жилище соседа этажом ниже. Несмотря на то, что Зелина Сибулина винит во всем коммунальщиков, мужчина собирается добиваться от нее компенсации через суд. Подробности в итоге в выпуске новостей не пропустить. В Камских полянах начался отопительный сезон. Тепло в детские сады, школы и другие социальные объекты начали давать еще на прошлой неделе. К началу текущей тепло стало во всех многоквартирных домах жилого фонда. Отрегулировать систему теплоснажения и обеспечить стабильную теплодачу каждого стояка коммунальщики пообещали в течение одной-двух недель. Специально созданы мобильные бригады технических специалистов отлаживают проблемные участки. Отопительный сезон в Нижнекамске тоже уже начался. В центре милосердия новая услуга. Здесь появились сиделки. Это очень необходимо современному Нижнекамску, который, как и остальной мир, старит. Сиделки в основном обслуживают подопечных центра, кормят, переодевают, моют и даже оказывают медицинские услуги. Пока только в дневное время. Все сиделки прошли специальное обучение и получили сертификаты. Нижнекамск, Казань, Стамбул, Медзина и Мекка. Такой маршрут проделают мусульмане нашего города. Первая группа верующих отправилась в хадж. Святые места посетят 34 человека. Проводить мусульман собрались родственники, друзья и представители мечети. Прощаются они на целый месяц. По канонам ислама каждый мусульманин обязан совершить хадж. Несмотря на то, что отправляющихся в святые места ждет немало трудностей, и в дороге желающих выполнить религиозный обряд с каждым годом становится все больше. Среди них есть и молодое поколение. Сегодня в Нижнекамске будет жарко до плюс 20, ночью воздух прогреется до плюс 8. В жилом доме произошел взрыв бытового газа.